Международный день светофора, Всемирный день поцелуев и Всероссийский день гимнастики. Информация об этих праздниках собрана воедино и добавлена в новый календарь знаменательных дат. Ежегодно его обновляет редакция Общественная палата региона совместно с волонтерами, краеведами и неравнодушными жителями области. Прежде чем добавить новую дату в буклет, исторические события тщательно изучаются. Для того, чтобы наполнить народный календарь новыми фактами, Борис Чертыковцев, к примеру, перелистал всю собранную ранее картотеку и даже воспользовался информацией из газеты «Губернские ведомости». Она выпускалась в Самаре в XIX веке. Правда, большую часть прочитанного пришлось переработать и перевести на современный русский язык. Тогда излагали одним языком, а сейчас уже другим. И поэтому иногда мне задают, конечно, вопрос, а вот почему это звучит так, а вот это так. А потому что разница же действительно в изложении. Новый календарь включил в себя самые значимые даты всероссийского и мирового масштаба, которые имеют особое значение для Самарской области. Начиная с юбилеев, ракеты «Р-7» и проекта первого спутника Земли, заканчивая развитием народного хозяйства. Павел Покровский заботливо раскладывает яблоки и вспоминает, как нашел интересный для календаря исторический факт. 80 лет назад, в 1942 году, был собран первый урожай зимнего сорта яблок «Куйбышевская». Очень были важны для Советского Союза, потому что они были так называемые 700 граммов, то есть с одного дерева получали значительно большее количество плодов. Из нового календаря знаменательных дат можно узнать, к примеру, о том, когда своей дверью для студентов распахнул Самарский медицинский лицей, и где впервые в городе открылось бюро добрых услуг. И мне хочется сказать о нашей любимой дате. Это ГМК-62, это очень серьезный юбилей. Это тот клуб, который в эпоху Хрущевской оттепли показал, что именно куйбышевцы находятся вот на таком острее атаке, творческой, которая потом привела к возможности возникновения полноценного гражданского общества в Куйбышеве, в Самаре и в России в целом. В печатном виде календарь знаменательных дат 2022 поступит в учреждение культуры и образовательной организации региона. Электронная версия сборника размещена на сайте Общественной палаты Самарской области, в разделе «Полезная информация для граждан». Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.